всем привет блендер 2 и 8 погнали дальше разбираться давайте в этом ролике попробуем поменять позу персонажу так вот это все дело закрываем щелчок левой кнопкой мыши зажимаем колесико все вертим крутим сейчас я включу видимость нажатия клавиш вот здесь можете смотреть так жмем на клавиатуре дырит удаляем куб и файл подгружаем модель об формат десктоп и находим именно модель которую нужно которое нужно поменять позу сейчас все это дело подгрузится вот персонаж загрузился по прошлому видео вот цилиндр теперь переключаемся на трансформ вот сюда вот немножко давайте установим это все дело по центру вот так если у вас модель загрузилась сразу по центру то вообще зашибись так вот так таким образом он установлен shift зажимайте зажимайте колесико все это двигаете по экрану так теперь все это переключаемся на select box и добавим давайте это так арматура вот она появилась но сначала нужно переключиться нажать на модель переключиться tab edit mode и вот здесь вот поставим z varframe можно еще вот это вот включить show x-ray следом переключаемся в object mode переключаемся теперь на арматуру и опять же заходим в edit mode выделяем вот эту вот арматуру transform можно включить поднимаем ее где-то вот сюда вы видите что ее пока не видно на модели заходим вот в эту вкладку object date context и находим вот эту вкладку wearport display включаем название именно вот этих арматурин и включаем in front вот видимость ну а теперь можно работать включаем select box теперь можно нажать с сделать арматурой чуть побольше щелчок снимаем выделение щелчок левой кнопкой мыши на свободном поле также нажимаем на верхнюю часть вот эту вот и жмем е вот теперь вытягиваем ее на голову и опять же е вытягиваем ее на шляпу смотрим как сбоку все установилась если сбоку что-то не так жмем и выделяем вот эти вот сделанные арматуры и можно ее немножко вот так вот перенести снять выделение выделить вот эту арматуру можно чуть подкрутить допустим немножко вот так увести ну и вот эту арматуру тоже наверно можно чуть чуть подкрутить вот таким вот образом устанавливаем туда куда нам надо вот так все установилось следом снимаем выделение и вот здесь есть курсор клавиша вот эта ставим его вот сюда щелчок левой кнопкой мыши опять же select box и нажимаем shift а появляется вот эта вот арматурина теперь нажимаем на нее опять же transform перекручиваем вот таким вот образом устанавливаем туда куда нам надо немножко теперь можно нажать S сделать ее побольше и немножко передвинуть до локтя вот здесь вот до вот этого загиба следом жмем щелчок снимаем выделение можно нажать вот опять на эту точку верхнюю кружок жмем E вытягиваем вот так и вытягиваем вот так пальцы делать я не буду пока вот вы видите что она тоже неровно установилась опять же жмем B выделяем вот эти арматурины выставляем вот так переключаемся на transform и уводим именно вот на руку вот так даже можно оформить локоть снимаем выделение выделяем вот эту штуку и немножко его вот так вот изгибаем опять же B можно выделить и немножко вот тут подкорректировать вот так выделить полностью арматуру подкрутить и немножко ее вот так на палец вывести все это установлено опять же включаем курсор нажимаем вот где нокаут здесь и теперь shift а следом выделяем вот эту вот арматурину на селикбокс переключившись и опять же ее перекручиваем вот таким вот образом немножко опускаем вниз с можно даже делать сразу сбоку вот таким вот образом вот так ну и теперь можно нажать или еще одну вытянуть или просто нажать S и немножко вот так до колена опустить немножко перекрутить и немножко вот так подвинуть снимаем выделение щелчок выделяем вот этот вот кружок на арматурине и жмем E делаем вот так E вытягиваем вот на ногу смотрим как тут все установилось вроде все нормально вроде все хорошо теперь select box щелчок снимаем выделение жмем B вот так вот выделяем жмем shift D и переносим вот в эту сторону теперь трансформу можно все это дело перекрутить или использовать горячие клавиши для отзеркаливания вот так все это дело можно подогнать все установлено и теперь снимаем выделение опять же B выделяем вот эту ногу жмем shift D перетягиваем ее вот на это место ставим вот таким вот образом немножко корректируем снимаем выделение выделяем вот эту арматуру и немножко можно подкрутить ее вот так смотрим сбоку все нормально все хорошо ну теперь select box нажимаем и вот надо выделить связать вот эту центральную центральные кости вот с этими руками и ногами выделяем сначала одну кость вот эту жмем shift выделяем вторую а в конце уже показываем именно с какой костью все это дело связать теперь нажимаем ctrl P и выделяем ставим тип offset вот вы видите наверно видно вот появились линии они привязались вот к этой арматурине снимаем выделение и опять же сейчас я подвину чтобы вам виднее было нажимаем вот на эту кость жмем shift зажатый на эту кость и shift зажатый вот на эту кость теперь опять же ctrl P и опять же keep offset вот она сверху связалась давайте переделаем немножко ctrl Z и shift ставим вот на эту точку тогда ну и опять же можно ctrl P keep offset все равно связывается именно вот с этой центральной ну пусть будет так вот теперь что нужно сделать когда у нас установлены кости на модели смотрим проверяем как все тут установилось и заходим жмем tab в object mode снимаем выделение выделяем щелчком именно модель зажимаем shift и выделяем кости следом ctrl P и ставим width automatic width короче прочитаете третья снизу нажимаем и ждем сейчас арматура свяжется именно с моделью и можно уже менять позу именно персонажа все объединение произошло следом можно нажать Z переключиться на solid и вот тут модель вот с такой арматурой так сказать с каркасом ну и следом давайте зайдем теперь пост мод выделяем допустим вот эту часть снимаем выделение так выделяем вот эту часть кость косточку и теперь трансформ и можно все это дело подкрутить вот так снимаем выделение приближаем выделяем вот эту вот косточку и можно опять же это все дело перекрутить и немножко оттянуть чтобы не сплюснуло вот таким вот образом получается так но это можно будет уже подправить так ctrl z ctrl z попроще сделаем позу снимаем выделение вот эту выделяем ну и вот так можно перекручивать ее вот так поднимать ну и с этой рукой также можно поработать выделяем вот этот кружок и опять же трансформер все это дело так перекручиваем вот таким вот образом также можно выбрать вот эту кость и немножко ее перекрутить вот так чуть-чуть подогнать вот что-то в таком духе получается ну и ноги тоже можно также выделяем вот эту косточку и вот так его можно вперед передвинуть снимаем выделение выделяем теперь вот эту кость можно ее немножко вот так вот перекрутить и нижнюю тоже вот вот так то же самое можно проделать головой выделяем вот эту кость и шифтом выделяем вот эти две кости и попробуем теперь их перекрутить вот теперь можно голову задрать вот так или голову чуть-чуть перекрутить вот таким вот образом вот прикольный уже персонаж вопрос теперь как вот это все дело сохранить вот здесь есть скелетон layers и нажимаете вот сюда на layers projector layers тоже можно нажать вот арматуры нет и вот эту модельку теперь можно сохранять и загружать ее в любую программу уже с измененной позой так же можно давайте попробуем скульпт рис object mode снимаем выделение скульпт мод и немножко поработать скульпт скульптурным моде нажимаем F так эту часть чуть-чуть можно припустить где-то что-то подтянуть это вот так поставить эту часть чуть-чуть подмять эту часть чуть-чуть вот так тоже немножко можно плечо вот так вот и локоть оформить таким образом где-то что-то пролепить где-то что-то подтянуть опять же можно F вот так вот опять же shift где-то выгладить где-то добавить какие-то детали и вот такая вот модель с такой позой уже получилось все всем пока до свидания до свидания до свидания